Друзья, привет всем! Маленький мотивирующий ролик по поводу катания на лыжах. Вот сейчас я нахожусь в парке. В парке здесь находится рядом лыжная база. Вот по этой трассе очень часто катаются лыжники. Видите, специальная трасса под коньковый ход. Вообще шикарно можно кататься очень быстро. Как я коньковым ходу на лыжах. И мне вопросы задают, Михаил Юрьевич, на каких вы лыжах катаетесь сами? Какие вы больше любите? Смолкот, конечно, не очень ехать. Ребят, я катаюсь на самых простых лыжах, самыми простыми креплениями, которые только есть. Вообще древние. Видите, какие? То есть, которые просто скобами зажимаются. И когда меня видят в парке профессиональные лыжники, которые здесь занимаются в серьезных секциях, они просто с сожалением на это смотрят. Думают, вот парень-то катается на лыжах, бедный мучается. Ребят, вы мне знаете, какие лучше купить? Вот я вам только что показал. Понимаете, вопрос зависит от того только, какие вы ставите себе конкретно задачи. Если бы я ставил себе задачу научиться прекрасно кататься на лыжах коньковым ходом, либо классикой, я бы купил себе специальные лыжи под коньковый ход или под классику. И, соответственно, бы до ботинки специальные дорогие все. И потому что у меня была бы задача научиться быстро кататься классно на лыжах. И для того, чтобы освоить какой-то хороший вид, хороший навык чего-то, надо покупать профессиональные вещи. Но задача в том, что, вернее, суть в том, что у меня задача другая. Это кардио-тренировка, кардио-нагрузка. То есть, для меня главное самое, это получить хорошую кардио-тренировку с высокой пульсовой, но интенсивностью во время тренировки самой, как таковой. Вот в чем шесть. А учитывая этот факт, по сути, получается так, что чем, на самом деле, труднее для меня тренировка, чем она сложнее, чем, в принципе, хуже едут лыжи, тем, в принципе, лучше для меня. Потому что больше нагрузка, то есть интенсивнее. Соответственно, поэтому я надеваю ее. На надежде, что все будет даже тогда, когда тепло. Как сейчас, например, да? Хотя можно было надеть термобелье там, надоблегающее и все такое прочее. Вот. Вот. Вот так вот. Это может выглядеть. Но тогда я гораздо меньше потеряю калорий. А для меня это самый главный фактор, да? Это непосредственно. Вот. И поэтому, если вы хотите только начать заниматься, не надо искать себе в магазинах какое-то дорогостоящее надоборудование и считать, что именно оно промотивирует вас для серьезного сам тренинга. Начните заниматься самого простого. Самого простого. Главное, чтобы это было безопасно для здоровья. Это я к тому говорю, что многие скажут, что а сам продаешь дорогие где-то макевары и советуешь начинать заниматься именно с них. Да, советую заниматься именно с них, потому что занятия на макеваре небезопасны для здоровья. Вот. И задача там стоит по безопасной набивке и укреплению ударных поверхностей. Если вам безопасность к ипофигу, можете на чем хотите делать. И результат по набивке вы хотите достигать за огромное количество времени. Ради бога. А вот если вы хотите научиться кататься хорошо на лыжах, покупайте профессиональные лыжи. Покупайте профессиональные ботинки. Не как иначе. Но если вы хотите именно кардионагрузку, любые лыжи подойдут. Хоть с лямками, хоть охотничьи, хоть какие-то любые другие. Главным критерием является правильная опульсовая зона. То есть, чтобы у вас именно получилась хорошенькая кардиотренировка. И все, никаких проблем не будет. Поэтому не смущайтесь, не стесняйтесь. Это не критерий, а вообще профессиональное оборудование. Если оно не требует вам для того, чтобы действительно достигать профессиональных результатов именно в этом виде деятельности. А вы используете его как вспомогательный для каких-то других задач. Вот и все. Просто, да, ребята? Ладно, по этому поводу я запишу специальное отдельное видео. Хорошее, какие-то, большое, с монтажем. Где расскажу некогда полезные свои лайфхаки, советы. Именно по поводу того, как использовать катание на лыжах в виде кардионагрузки. И что вам для этого понадобится. Вернее, чего вам точно не понадобится. Для того, чтобы достигать тех целей, которые вы действительно ставите перед собой. И чтобы вы не подменяли понятия. Чтобы не пришло разочарование. А то, действительно, купите дорогие вещи, позанимайтесь, поймете, что это не ваше, и ваше это бег. И у вас будут там пылиться на полке дорогие лыжи. И, ну, на самом деле, оборудование дорогой. Которые вам, в принципе, и ни к чему. Вот. Это первое. Второе. Может, оно вам просто действительно ни к чему, потому что вам не требуется достижение профессиональных результатов. А в катании на лыжах. Ну, все. Ну и так далее. В общем, обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube. На, ну, на основной. Вот. И будете видеть там, вернее, и найдете там по этой теме хорошее любви. Большое содержательное видео. А также массу других видео, которые окажутся полезными. А что касается того, научитесь ли вы кататься на лыжах. Посмотрите, если у вас дело пойдет и будет все нормально получаться, купите вы потом свое профессиональное оборудование. К тому же, вы уже будете прекрасно понимать, что больше подходит вам. И какие у вас вообще-то возможности есть. И, то есть, есть ли возможности кататься. Там коньком. Нормально, нормально. Вот под коньком и фу тут вообще классная трасса. Вот. Просто шикарная. И, но это не везде есть. Если вы катаетесь в лесу по парку, где не накатывают вот такие трассы. Вот такие трассы. Снегоходами у вас будет только простая лыжня. А может, такой не будет. Может, просто тропки будут. И здесь вам только подойдет уже классика. Просто купить оборудование для именно классиковых ходов ходить. Классическим ходом ходить. Вот. А если есть возможность, значит, коньковых. Понимаете, вы уже опоймете. То есть, на простом оборудовании не покатавшись, вы просто поймете, какое вам уже в дальнейшем оборудование понадобится. Ну, и все. И все будет отлично. Вы будете прекрасно понимать, что, в общем-то, вам нужно. Ну что, а я, наверное, уже начну свою тренировку. А вас еще призываю, раз, подписаться на свой канал в YouTube. И будет встречаться с вами чаще. Салют. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok